Удивительное природное явление в Мурманской области. Северные олени блуждают по кругу, образуя многослойный хоровод. К центру животные оттесняют самок с детенышами и старых особей, чтобы защитить их от врагов. Но осами выставляют наружу острые рога. Пытаясь приблизиться к животным для сезонной вакцинации, ветеринары идут на разные ухищрения. Репортаж Игоря Генка. Стадо в 4000 голов, бегущее в тундре, выглядит завораживающе. Эти олени ждут в своей очереди на вакцинацию от сибирской язвы. Хоть в Мурманской области этой болезни никогда не было, здесь решили прививать всех копытных. А особенно тех, что на вольном выпасе. В поисках ягеля эти животные преодолевают сотни километров. Медленно, шаг за шагом приближаемся к северным оленям. Животные это дикие, человека не знают и не знают его запаха, поэтому приходится приманивать комбикормом. Особенно учитывая, что это самочки. Самцы бы подошли, а эти боятся. И учитывая то, что животные стадные, если хотя бы что-то почувствует один, побегут все. Чтобы животные шли в нужном направлении, один оленевод едет сзади и еще двое по бокам. Но иногда некоторые олени все же умудряются вырваться и повести остальных за собой. По снегу они могут развивать скорость до 90 километров в час. Из-за того, что снег в тундре сейчас мокрый и рыхлый, проваливаешься практически по колено, гнать оленей на вакцинацию будут ближе к вечеру, когда настафеевнет. По такому даже снегоход идет с трудом. На то, чтобы завести оленей в кораль, специальный загон с секциями уходит несколько часов. Во время небольших передышек животные сбиваются в круг и начинают водить настоящий хоровод. В чем причина такого поведения, ученые до конца не могут разобраться. По одной из версий, животные так сплачиваются перед угрозой. Чтобы перегнать стадо на 200-300 километров, оленеводам приходится долго втираться к ним в доверие. Поводить их надо к человеку, чтобы привыкли к технике. И все, а потом пойдет. 128-44. Вакцинируют все поголовье, а это свыше 24 тысяч особей вручную, ежегодно. Вакцина находится у нас здесь. Трубочка через рукав, чтобы не замерзала. И вводится среднюю треть шеи. Все. Животное провакцинировано. Используется для этого отечественная вакцина, аналогов которой в мире нет. На сегодняшний день привиты уже 15 тысяч оленей. Игорь Агин, Антон Климовский, Дмитрий Кваснюк. Вести из Мурманской области.